Приветствую вас! Давайте попробуем последовательно разобраться с тем, что вы написали. Значит, посмотрите, какая получается ситуация. Вы задаёте три вопроса. Значит, первый вопрос – как быть вам? И второй и третий вопрос – это, может быть, прошлый опыт мой, когда меня обмазывали и так далее. Вот эти три вопросы. Я, естественно, постараюсь разобрать. Плюс ко всему, вы говорите про интуицию. Интуицию я тоже хотел бы разобрать, чтобы вы имели лучшее, ну, более полное представление о ней. Вот. Значит, соответственно, я буду читать вас текст и давать комментарий по поводу того, что буду озвучивать, чтобы вы сами лучше понимали то, что вы пишете. Значит так, вы начинаете. Рыдаю постоянно на эту тему. Значит, что такое рыдаю? Рыдаю – это означает, ну, жалею себя. Жалею себя. Значит, вы жалеете себя. То есть, вы думаете о себе. То есть, вы переживаете, значит, вы переживаете из-за того, что, по вашему мнению, происходит несправедливость. То есть, с вами, с вами несправедливо поступают. Только потому, что ваши ожидания от этой ситуации, от вот этих отношений и так далее, да, они были другими изначально. То есть, вы хотели одного, надеялись, ожидали одного, получили в итоге совершенно другое. Вам это неприятно, вы этому переделать не можете. Соответственно, соответственно, вы пытаетесь поменять ситуацию под себя, да, поделать ее под себя, переделать ее под себя пытаетесь вы. И это тоже получается с примерным успехом, потому что, что бы вы ни делали, вы все равно не удовлетворены, потому что внутренней удовлетворенности у вас нет. И силы по всему не было изначально. Итак, встречаюсь с молодым человеком почти год, но это, на самом деле, не так много. Живу вместе полгода, то есть, свои полгода встречались и уже почти полгода живу вместе. Первый вопрос, не подпишили ли вы, не подпишили ли вы жить с молодым человеком? То есть, как-то мало времени бросков. За полгода, ну, не представляется возможным узнать другого настолько, ну, чтобы вот прямо с ним жить. Соответственно, вопрос, почему вы с ним живете? Я вот, эээ, на детку, не услышал у вас слов любви. То есть, я не увидел, что вы пишете, что я люблю его, и что он меня любит. Я говорю только то, что вы живете полгода вместе, ну, пока, вот в этом контексте. Это, соответственно, вопрос, для чего? Так быстро вы стали жить вместе. Зачем? Почему? Всем руководствовались вы, всем руководствовался он. У него есть пара друзей. Парень и девочка между собой и его друзья. Так, ну, вот здесь как-то не очень понятно. Парень и девочка между собой и что между собой и его друзья. А пара друзей это какие? То есть, кто кому друг и кто кому парень и девушка. Вы как-то вот, не знаю, как-то дополнитесь столь. Вот, то есть, получается, что у него друзья, парень и девушка. Вместе парень и девочка эти встречаются или нет? Они друг другу кто? Кто те друзья? Стук пять. Девочки раньше были фотки у него вдвоем. Стук пять. И парочка с друзьями. Остальное он везде. Так. Значит, девочки раньше были фотки у него вдвоем. Ну, и что? Стук пять. Парочка с друзьями. Это нормально. Остальное он везде. Что он везде? Я появился, эти фотки не удалились. И что? А должны были? Почему? Почему вы считаете, что они должны были удалиться? На чем вы основываете свою позицию? Там и со мной не появились. Опять же, почему? Вот почему не появились? Может быть, у вас не было возможности фотографироваться? Или, может быть, вы не были в тех местах? Или, может быть, ваши отношения не предполагали фотографированию? То есть, вот, ну, как-то это вот непонятно. Ваша позиция не зна. Вечно звонила она ему, звала на посиделке с ней и ее парень. Ну, и что? Ну, это нормально. Люди обычно, когда бродят, они так и делают. Так и поступают. Мой МЧ раньше привозил ее, даже когда парень ее не мог. Ну, это опять же нормально. Это абсолютно нормально. Помогать друзьям, все делать, почему нет. Я сказал вам, что я в такую дружбу не верю. Особенно, когда такое наглое поведение. Ну, во-первых, почему вы считаете, что если вы в такую дружбу не верите, то есть, у вас не было опыта в такую дружбу. То такую дружбу быть, в принципе, не может. Наглое поведение кого? Опять же, что наглого делала девушка? Вы с ней разговаривали на эту тему, на эту тему, почему она его зовет? Вы с ней проясняли этот вопрос? Вы, как бы, устанавливали границы? Где и где? Ваша граница, где ее граница, чем она руководствует, зачем вы руководствует? Вы выясняли вообще, как она вот принимает вашего молодого человека и так далее? То есть, вы могли подойти к ней и сказать, Знаешь, вот, я все понимаю, вы давно дружите, но, как бы, мне не очень приятно, что ты вот постоянно ему звонишь, да, и что он тебя порвует. То есть, просто я вот волей-неволей, я задумываю, да нет, мне между вами чего-то больше. Она, как бы, вам отвечает, да, она дает вам обратную связь, она объясняет вам, что, типа, я люблю своего парня, от него просто хорошие друзья, они волнуются, все в порядке, то есть, как бы, вот, ай, вот, она вас, как бы, спокойно, и вы ей верите. Например. Или не верите. Но это ваше дело. Опять же, это ваше дело. И вы смотрите на отношение своего мужчины к вам, все ли у вас хорошо с ним. Если у вас не хорошо, все, зачем? Если вы его удовлетворяете и так далее, зачем ему еще с кем-то встречаться, помимо вас? Для чего? Мужчина не будет этого делать. Если он получает все от своей женщины, он не будет с другой женщиной встречаться. Это не работает так у мужчин. То есть, смотрите, здесь вопрос, почему вы свое неверие принудите на молодого человека, то есть, как бы, он тоже должен не верить, получается, как вы, хотя его опыт говорит обратное. И в чем наглость поведение, конкретно? Вот. Что и почему вы считаете наглым? Вот как это написали вы, да, ничего нагло в этом нет. Она же звала его не наединять с собой побыть, она же звала его с ней и со своим парнем. То есть, как бы, проблем это я не вижу в этом, здесь. Значит, просила убрать личное отречение в смс-переписках. Зачем? Понимаете ли вы, что это личные границы, нарушение личных границ вашего молодого человека? Понимаете ли вы, что вы переходите с его личной границей? Он друзил с этими людьми до встречи с вами, сейчас он должен перестать это делать. Почему? Только потому, что вам не нравится. А вы не считаете это эгоистичным? А вы не считаете это наглым? Что вы диктуете мужчине, с кем ему общаться, только потому, что вы не верите, основываясь на своем прошлом опыте. Почему я говорю слово нагло? Нагло, да? Я не считаю ваше поведение нагло. То есть, вы, в принципе, поступаете так, как вы считаете нужным. Но вы не думаете в этот момент о молодом человеке, вы думаете о себе. Вы действуете так, как вам удобно, так, как вам будет комфортно. А это неправильно. Не так поступает любящий человек, понимаете. Любящий человек, если он действительно любит, он принимает другого таким, как он есть. Вы же пытаетесь подстроить человека под себя. Это неверно. Это деструктивная модель поведения. Далее. Далее. Он согласился... Ээээ... Согласился без звука на самос беседы, где они втроём. Ну и что? Ну они же там втроём. Это обычная, нормальная, друзейская беседа. Почему вас это развращает? Меня это бесило, так как меня в ней не было. А должны были быть? Почему вы считаете, что вы должны были быть в этой беседе? Чем руководствовать? Опять же. Много скандалов было, и в итоге он тоже её, якобы, убрал. Вы серьёзно скандалите из-за беседы в социальных сетях, я так понимаю? Вы серьёзно считаете, что это повод для скандала? Скажите, а чем вызван ваш скандал? Вот чем вызвана ваша беседа? Беседа – это раздражает. Раздражает – значит злит. Если злит – значит, что что-то убирает у вас душевное равновесие. И вот скажите, пожалуйста, вот, если что-то убирает ваше душевное равновесие, это чья проблема? Ваша? Или проблема молодого человека? При условии, что вам прямого вреда нет. Я полагаю, что очевидна проблема ваша. Так почему вы свою проблему приличаете за счёт своего молодого человека? Далее. Ну, Тони якобы убрал, но до сих пор у нас ссор и конфликт лечить не до разрыва. А из-за чего конфликты ссоры-то, если он с ним делал? Правильно, потому что вы по-прежнему в себе не уверены. Знаете, вы убираете снова и снова, вы убираете обстоятельства, которые вас нервируют, но в итоге вы остаетесь всё равно наедине. Наедине сама с собой, потому что вы не уверены в себе. И скорее всего, молодой человек для вас. Это определённое средство к достижению своей цели. Например, цели самоутвердительства, цели доказать себе, что вы достойный любви, что вы грозивая женщина, которая может удержать мужчину, что вы, там, можете быть единственной в жизни мужчины. То есть вы сами пытаетесь это доказать через мужчину. Не сами себе взращивать самооценку, не стимулировать мужчину доказывать вам, что вы единственная, а именно требовать этого от него. Требовать это от него. Ну и такая позиция, то есть грубо говоря, позиция родителей. Вы пытаетесь, вы пытаетесь, как бы, своим молодым человеком вести себя как родители. То есть это убери, так не делай, так не поступай и так далее. И из него вы делаете, получается, ребёнка. А он ребёнком быть не хочет. И из-за этого сопротивляется, потому что он уже не ребёнок. Так, я не верю, что нет общения. Опять же, да нет, то есть то. Почему вы считаете, что мужчина ваш должен прекратить общение с теми, с кем он общался до вас, с теми, кто его друзья? Далее, по поводу дружбы между мужчиной и женщиной. Я открою вам, наверное, небольшой секрет. Но именно мужчина может быть преданным. Мужчина может быть надёжным, солидарным, поддерживающим и так далее. А женщина в силу своей практичности, она не может такой быть. Знаете, она не может быть такой. И из-за этого, из-за этого, женской дружбы как таковой, ну, практически не бывает. Мужская дружба? Бывает. Дружба между мужчиной и женщиной? Бывает. А вот дружба между женщиной и женщиной? Нет, не бывает. Понимаете? Потому что женщины практичные. И будучи практичными, будучи практичными, они не будут преданными друг другу. Они преданы до тех пор, пока это соответствует их интересам. А мужчина может дружить, ага, как бы и во вред себе, во вред своим интересам. Поэтому дружба между мужчиной и женщиной как раз таки и есть, она возможна. Значит, они постоянно одновременно онлайн, но это у вас уже паранойя, это опять же проявление неуверности в себе. Вот. Это дико бесит. То есть, вас бесит только тот факт, что они одновременно онлайн. Ну, вы понимаете, вот то, что абсолютно нормальное обстоятельство вы воспринимаете именно, как бы, через свое эмоциональное состояние. То есть, то, чего вы боитесь, в этом находит подтверждение. То есть, вы боитесь, например, того, из вас обманут, вы боитесь измены. И в этом у вас любое обстоятельство, в этом эмоциональном состоянии будет подтверждать это. Вот. Ну, только понимаете, что дело не в обстоятельствах, дело не в том, что они онлайн одновременно, а дело в том, как вы воспринимаете это. И вопрос в том, почему вы воспринимаете это так. И здесь нужно спросить себя, почему меня это бесит? Он не пытается кого-то подстроить под себя, а свое отношение к этому поменять. Почему я боюсь? Как и у меня конфликты. Почему я считаю себя достойной быть обманутым? Почему я боюсь быть обманутым? А потому-то в результате обмана, возможного обмана, мое представление о себе изменится в худшую сторону. Значит, мое представление о себе зависит от других людей, от поведения других людей, от отношения других людей. Значит, у меня нет, по сути, самооценки. Сама себя я не оцениваю. Сама себе свою ценность я не даю. Я не понимаю, у меня нет устойчивого представления о себе. Я ничего не делаю, чтобы другие люди мне демонстрировали, что я сына. Потому-то, чтобы вам не монстрировали, нужно быть независимым. А вы зависимы. Не знаю, про ноль ли у меня или чуйка, но я не могу понять, есть общение. А какая вам разница? Зачем я понимаю? Мужчина вашего дела не исполнил, исполнил. Он сделал то, что вы им хотели. Сделал. Либо вам нравится страдать, либо вам нравится вот так переживать. Либо у вас, как бы, ну не то, что паранойя прямо. Это не правда. Это просто действительно ревность и неуверенность в себе опять же. У меня достойно того, что каждый день развив его телефон. И вы думаете это нормально? Вы тогда его личные границы не уважали. Вот. Сейчас его личные границы не уважаете. Я думаю, что вам имеет смысл поработать как раз таки со своими личными границами во-первых. Где моя граница, где твоя граница. Надо подумать, насколько близко вы к себе человека пропускаете. И как вы воспринимаете границы другого человека. И, собственно, вот ориентироваться на это. То есть вот выстраивать свои личные границы и выстраивать границы другого человека. И как бы понимать, чувствовать и уважать границы другого человека. Вот. Это важно. Потому что, ну опять же, почему вы лезете в его телефон? Потому что вы свои личные границы не узнаете. А свои личные границы вы не знаете скорее всего потому, что вам ваши родители не внушили уважения к личным границам. К вас. Понимаете? И, соответственно, возможно, начинать нужно именно с анализа детско-родительских отношений в первую очередь. Почему вам ваши родители не внушили уважения к личным границам? Какую модель поведения своих родителей вы копируете? Какую именно модель поведения вы копируете? Нет ли у вас детского родительского сценария в вашем поведении? Вот. Вот. И, соответственно, его нужно корректировать. Вот. Дальше. Удавайте ему. Ну, это вы сейчас просто фрустрируете по поводу того, что не можете получить подтверждение своей правоты или неправоты. То есть, смотрите, подтверждение своей неправоты вы получить не можете? То есть, что бы ни сделал мужчина, вы не сможете ему поверить. В любом случае. То есть, если, например, представить, что сейчас только вы останетесь вдвоем на земле, то вы все равно будете переживать по поводу того, что было. То есть, никуда не уйдет ваше состояние. И я надеюсь, что этот пример поможет вам осознать тупиковость той модели поведения, какой вы их сейчас придерживаете. Потому что она действительно тупиковая. Она разрушает ваши отношения. А, так, наседача, я разрываюсь от этого чувства. А почему вы разрываетесь? Вот вы разрываетесь, проблема ваша. Это важная проблема, и решать ее нужно вам самой. С психологом. Не с молодым человеком. Не лишая его друзей. Может быть, имеет смысл корректировать самооценку, личностный рост. А работать с границами, с личностными границами. Вашими. Вот. То есть, для начала пытайтесь понять, что это проблема ваша только. Это не проблема других людей. Потому что для других людей взаимодействовать с противоположным полом в контексте друзьбы нормально. А вы, получается, вы как бы подвергаете сомнению выбор своего мужчины. Вы ему не верите в том, что он, вот эта девочка общается как друг. Вы ему в этом не верите. Значит, вы не верите ему в том, что он выбрал вас. А если вы сомневаетесь в том, что он выбрал вас, значит, вы сомневаетесь в себе. Потому что вы считаете себя недостойным выбором. Вот. И вопрос возникает. Почему вы считаете себя недостойным выбором? И здесь только прошлый опыт. Действительно, прошлый опыт и те выводы, те понятия, те знания, которые вы приобрели из него, нужно корректировать. И, в ходе этого, я могу предположить, что вы находитесь еще в тех отношениях, которые не закончились у вас. То есть, это может быть отношения с другими молодыми людьми, например. Это может быть отношения, которые уже завершились, но которые эмоционально вас еще не отпускают. Так, значит. Раньше моя интуиция в подобном вопросе не подводила. Интуиция – это принятие части за целом. То есть, вот мы видим часть, и мы воссоздаем на основе этой части, мы воссоздаем целом. То есть, если мы видим, например, окно дома, то мы можем представить себе, какой будет весь дом примерно. Это и есть интуиция. Но! Вы же понимаете, что всегда существует риск ошибки. И для того, чтобы интуиция работала хорошо, нужно очень много опыта и очень много переменных. Поэтому доверять интуиции можно только в довольно узкой сфере. Например, в сфере профессионализма. Вот в профессиональной сфере профессиональной интуиции доверять можно. Что касается людей, интуиция может только завредить, потому что она – это интерпретация вашего уже полученного опыта на то, что есть сейчас. То есть, например, если вы, допустим, не видели домов с выбитыми стеклами никогда, то вы представляете себе дом на основе окна, вы будете видеть дом с целыми окнами. Вам и в голову не придет, что окна могут быть выбиты где-то. Или, если вы никогда не видели дом после пожара, то вы не смотрите, представляете себе, там, вот эти вот грязные пятна, да, на кирпичах, на стенах дома. То есть, интуиция и воссоздание целого на основе части очень сильно зависят от опыта. И ваш опыт, он, ну, я не думаю, что у вас большой опыт, не думаю, что вы очень, как бы, зрелый человек, то есть, ну, в плане того, что вы, там, вам не 30 лет, я думаю, так вот, мне кажется, что вам не 30 лет. И, соответственно, опыта достаточно, и, соответственно, ориентироваться на опыт, это, мягко говоря, ну, не очень хорошо. И возникает вопрос, почему вы верите в свою интуицию? Поэтому я всегда и верю. Вот, почему вы верите в слепой интуиции? Верите только своему опыту и игнорируете поступающую информацию извне. Вот, получается, вы что делаете? Вы защищаете свою целостность. Вы не можете позволить себе поверить в то, что окружающий мир не такой, каким вы его представляли. Почему? Потому что боитесь себя. Тогда вам придется признавать и другие, вероятно, не очень приятные для вас вещи. Такие, как, например, тот, что вы где-то не правы. Скорее всего, вам придется перед молодым человеком извиняться на скандалы и все. Этого вы не хотите. Вы боитесь. Почему? Потому что думаете, что если вы не правы, и если вы будете извиняться, то вас, скорее всего, будут, ну, меньше уважать. Вы боитесь того, что у вас будет меньше уважать. Но вы поймите, что у вас уже, скорее всего, меньше уважают. Потому что так, как вы ведете себя сейчас, это не достойно уважения поведения. Так, я просто не верю, что он мог просто взять и ради меня выкинуть, выкинуть. Ее и с семьей вообще не общаться. А если вы не верите, если вы не верите, то зачем тогда просили это сделать? Ну вы же как, вот вы же на что-то надеялись, вы же чего-то ожидали, наверное, когда просили его, чтобы он перестал общаться с ней. Вы же как-то представляли себе, что будет после вашей просьбы, что будет после того, как вы попросите его. И это произошло, он это сделал, но вы все равно ему не верите. Так вопрос, а что должно произойти, чтобы вы поверили? Вообще, возможно ли такое, чтобы вы поверили ему? И, может быть, вы вообще своему молодому человеку не верите, а вы ему даже с друзьями общаться не позволяете? Вот. Значит, еще раз, Полина. У вас ревность. Ревность, это всегда страх одиночества. Страх одиночества, это непринятие себя. То есть, что-то в себе вы не принимаете. И вопрос, который вам нужно разбирать, это вопрос, почему и в чем я себя не принимаю? Что мешает мне себя принять? Какая-то это идет из детства, из отношений с родителями, либо из подросткового возраста, либо юнищества, ранней молодости. Вот этот опыт нужно разбираться с вами, анализировать. И тогда будет, в принципе, понятно, что вам мешает себя принять. И если вы сможете себя принять, то тогда вам будет достаточно легко принять другого человека. Вы не будете бояться его потерять, потому что если он уйдет, для вас сразу ничего не произойдет. Ну и еще вы поспешили. То есть, вы поспешили начинать с ним жить вместе. Тут тоже очень важный момент, почему вы спешили. Зачем? Полгода вы с человеком только встречались, это вам мало, чтобы после этого уже начать жить вместе. То есть, вот. Тут тоже такой момент. Ну и побольше думайте о молодом человеке. То есть, вы о нем совершенно не думаете. О любви не говорите. И возникает вопрос о природе ваших отношений. Какие они? Соответственно, если вы его любите, то я рекомендую вам вот то, что уже можно попробовать сейчас. Это каждый раз, когда возникает бесит, да, что-то, когда вы чувствуете раздражение, не скандалить, а наоборот, позитив ему давать. То есть, целовать, обнимать, говорить какие-то слова хорошие, что-то делать и так далее. Три-четыре раза и у вас подобное поведение закрепится и вам будет гораздо легче. То есть, свой негатив вы будете преобразовывать вот в такое позитивное поведение. А свои страхи и переживания лучше все-таки рассказывать психологам, либо старшим друзьям, наставникам, учителям, которые вам, которые выслушают вас и помогут. Но не молодой человек, потому что молодого человека вы притесняете. И на данном уровне отношений, когда вы еще, по сути-то, чужие люди, потому что вы не женаты и вы знаете друг друга не так давно. Молодого человека такие поведения, вы оттолкнете, отпугнете. Поэтому, если хотите сохранить отношения, срочно прекращайте себя так вести. Начинайте вести себя именно с ним, более позитивно, более ласково. Прекращайте скандалить. Разрешайте им общаться с друзьями. Говорите, что общайся на здоровье. Ради Бога, я не против, прости меня. Я ошиблась, этого не надо было тебе запрещать. А сами к психологу на консультации, на регулярную работу и работать с теми моментами, которые я вам сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Перед тем, как закончить, наверное, я хотел бы еще добавить, что для вас есть неплохой вариант, в принципе. Молодого человека найти такого, который бы вообще вам подчинялся бы. Но будете ли вы счастливы с таким? Или, например, своего молодого человека подчинять, подчинять полностью, подчинить его себе. Да, то есть, чтобы он делал только то, чего вы хотите. Ну вот, подумайте на эту тему. Подумайте. Хотите вы этого? Хотите, чтобы у вас был такой молодой человек? Или нет? Вот. Если хотите, то, ну, соответственно, поведение будет другое. Корректировка поведения будет другая. Вот тогда вам, в общем-то, нужно просто стать для своего молодого человека самый лучший, самый привлекательный, и чтобы он вообще хотел быть только с вами. Это работа немного другого направления. Вот. То есть, вы его лечаете чего-то, да, вы лечаете его друзей, лечаете его общение и так далее. Но вам, вам же нужно обязательно что-то ему давать. То есть, если вы не будете что-то ему восполнять, а будете только забирать, то молодой человек будет чувствовать себя отделенным. И это, конечно, не в вашу пользу будет играться, потому что неудовлетворенность будет копиться, 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 она обязательно во что-то вылезет. Вот так. Я желаю вам всего доброго. Пожелаю вам принять правильное решение относительно данной ситуации. И удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор Т.Ките Борис Белого